Многие отдыхающие славят чистоту и порядок в Анапе. Но чистота не бывает, как по волшебству. Это ежедневный и кропотливый труд. В прогулочных зонах и местах оживленного пешеходного движения урны наполняются за 20 минут. И с таким же интервалом их опустошают сотрудники Чистой Анапы. Дворники выходят у нас с 6 утра до 10, первая смена. Вторая смена у них начинается с часу до 4. Во время перерыва у нас остаются дворники, дежурят, смотрят за порядком в городе. Значит, ночью у нас проходит механизированная уборка, то есть мойка города, подметание. В течение дня днём у нас работает хака, подметалка маленькая, то есть она ещё в помощь дворникам. Засуха стала причиной раннего листопада. Платаны сбрасывают листву. Работа прибавилась в несколько раз. Но в Анапе за каждой улицей закреплён сотрудник Чистой Анапы. Работу дворников контролируют мастера. Так что весь город под контролем. Ни одна бумажка не останется незамеченной. Листопад, он раньше времени начался. Но здесь ничего не поделаешь. Пусть люди идут навстречу, помогают нам, дворникам. Потому что нужно всем помогать. Это наш город, нам нужно поддерживать чистоту. Елена Анапчанка выбрала работу дворника, чтобы оставалось больше времени ухаживать за больной матерью. Работа нормальная, зарплата достойная. 25 тысяч без разговора. Если хорошо будет человек работать. Миф о пьющем дворнике давно пора развеять. Таких сотрудников здесь попросту нет. Работа связана с риском. Близи проезжей части, с инструментами и непрерывным контактом с отдыхающими. Поэтому дворник сегодня звучит гордо. У меня специальность пола. Я очень уже устала. Плита горячая. И по состоянию тоже немножко тяжеловато возле плиты постоянно. Решила на свежем воздухе порубить. Хотя работа здесь тоже нелегкая. Особенно в сезон, когда отдыхающих становится много. Соответственно и мусора тоже. Отсидеться не получится. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят, как говорится. Семечки зачастую достает работы дополнительные. Допустим, чистые дорожки только убрал. Естественно. Стараемся поговорить, объяснить, что будьте почище. Ну, а так, как обычно вроде бы. Конечно, вне сезона, зимний период. Нам легче значительно. Сейчас очень поток большой. У нас, допустим, сразу в Анапе заметно, что очень много дворников. Все работают, все трудятся. Александр переехал в Анапу из Тюменской области. Много профессий у него в арсенале. Работал в сфере обслуживания, в школе обслуживающим рабочим. А дворником в Анапе устроился по объявлению. И вот уже шесть лет трудится на благо курорта. Гордится тем, что делают вместе с коллегами. Лишний раз уже по привычке идешь. Даже бывает, что валяется бумажка. Уже вне своей формы, вне своей профессии убрать. Даже на пляж я хожу, с собой пакет. И за собой, естественно, убираем. Чистота – дело общее. Дворники, конечно, пройдут с метлами и совками. Приведут улицу в порядок всем на загляденье. Но порядок нужно начинать с себя. Своего приусадебного участка при домовой территории возле своих торговых точек. Тогда Анапа станет настоящей легендой красоты и чистоты, которую туристы будут рассказывать в своих городах. А то нередко так бывает, что там, где только что дворник прошел, безостенчиво бросают окурки, пустые бутылки, обертки от мороженого.